Здравствуйте, доктор. Чем можно помочь ребенку, если ребенок лежит, у него фибрильные судороги? Главное, первое, когда судороги, он без сознания, обращаю внимание, не пытаемся ничего засунуть в рот. То есть все разговоры про прикушенный язык и так далее, это все сказки. В рот ничего не засовываем. Упаси Божий, во время судорога давайте ему поесть, попить, засунуть таблетки какие-нибудь. Этого не делаем. Повернули на бок. Безопасное положение на боку. Кто забыл, смотрят программы «Неотложная помощь», потому что опасно возникновение рвоты, чтобы не захлебнуться. Что еще очень важно? Как правило, когда во время судорога ребенок начинает размахивать руками и ногами, родители интуитивно пытаются помочь, хватают за руки, но при этом себя не контролируют. И очень часто, когда они пытаются ребенка удержать, то это физическое воздействие из-за нервного стресса мамы, папы, настолько сильное, что они очень часто детям наносят травмы. На самом деле все, что нам надо сделать, удерживать его в том месте, где он просто себя не повредит. В кровати, например, чтобы размахивание рук не привело к дополнительным травмам. То есть все, что вам надо, бегом туда, где он ни обо что не ударится, и положить его на бок, чтобы он не захлебнулся. И просто потерпеть от 10 секунд до 1 минуты. Все, больше ничего. Потом уже вы будете думать, как позвонить доктору, когда он придет, как вы посмотрите. Это следующее. Но непосредственно в процессе судорог самое сложное – ничего не делать. Вот это самое сложное. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Подписывайтесь на наш канал.